Документ предусматривает создание в муниципалитетах одноуровневой системы власти. Это необходимо для четкого распределения полномочий между администрациями районов и городских округов. И позволит избежать дублирования различных функций. Законопроект четко определяет зоны ответственности, и местные жители будут точно знать о том, куда необходимо обращаться за решением вопроса. Новый законопроект прокомментировала глава Самары Елена Лапушкина. Она подчеркнула, что документ станет большим шагом на пути сближения власти с населением и позволит более качественно решать возникающие вопросы. Цитата. Законопроект интересный и отвечает ожиданиям реформирования сложившейся конъюнктуры местного самоуправления в Российской Федерации. Очевидно, что он разработан в развитии конституционных новелл и направлен на гармоничное выстраивание системы отечественной публичной власти. Конечно, в процессе рассмотрения проект будет оптимизирован, но полагаю, что его основные цели останутся неизменными. Большее приближение власти непосредственно к нуждам населения и устранение сложившихся противоречий в практике муниципального управления. Конец цитаты. Документ закрепляет за городскими и муниципальными округами одинаковый объем неотъемлемых полномочий, направленных на непосредственное решение местных задач. Этот перечень состоит из 27 пунктов. Для всех должностных лиц местного самоуправления устанавливается единый срок полномочий – пять лет. По словам главы Тольятти Вадима Ерина, «Внесенный в Госдуму законопроект призван снять противоречия между регионами и муниципалитетами и свести на нет конфликты, которые довольно часто возникают при определении круга полномочий». Председатель Комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политики Губернской думы Виктор Кузнецов уверен, что документ способен усилить ответственность у полномочных лиц и увеличить показатели национальных проектов. «Вот теперь это ставит все органы местного самоуправления в единую систему ответственности, прежде всего перед гражданами, за реализацию целей государственной политики, которую определяет президент. Такая же система в свое время у нас была введение закона об общих принципах организации местного самоуправления от 2003 года. Он у нас вводился поэтапно, по-моему, до 2007 или 2008 года. Вот сейчас новый закон идет ему на смену и связан это прежде всего с тем, что изменены основы конституционного строя Российской Федерации. В прошлом году мы все за это голосовали. И вот эти изменения, они вот имеют вот такие последствия». С ним согласен заслуженный юрист Самарской области Виктор Полянский. Первая и самая важная задача законодательных изменений – соблюдение прав и интересов граждан. «Это обеспечивает нормальные условия жизнедеятельности граждан на соответствующих территориях. Но при этом мы должны и сами, все те, кто являются членами сообщества самоуправленческого, самоуправленческого, ну хотя бы пусть формально, понимать, что для нас, для всех, не важно, какого уровня публичная власть – государственная, самоуправленческая. Важно, что она делает для каждого гражданина». Законопроект будут реализовывать поэтапно. Основная часть положения вступает в силу с 1 января 2023 года. При этом до 1 января 2028 года устанавливается переходный период, в течение которого осуществляется постепенный переход к одноуровневой организации местного самоуправления. И устанавливается единый срок полномочий – 5 лет.